Друзья, всем привет! Меня зовут Олеся, и вы на канале Forest Home. Дело в том, что сегодня я решила показать вам несколько суровых и брутальных складных ножей. Возможно, некоторые из вас удивятся, почему же здесь нет cold steel. Дело в том, что, во-первых, о них и так уже, как мне кажется, все знают, а во-вторых, пришлось бы показывать практически весь ассортимент данного бренда. Так что обойдемся без них сегодня. Лучше покажу что-то менее популярное. Итак, первый нож это HT1 от бренда Mr. Blade. Очень тяжелые и увесистые ножи, как раз-таки под большие руки, потому что здесь довольно-таки пухлая рукоятка, и в то же время она достаточно длинная. Есть множество подпальцевых выемок, и думаю, что если у вас рука побольше, чем моя, то вам будет вполне комфортно. Также на обухе здесь есть такая ярко выраженная специальная выемка для большого пальца. Думаю, именно вот для того, чтобы строгать, например, этим ножом. Клинок изготовлен из D2, плашки на рукояти из G10. Также из G10 есть спейсер. Я взяла вот это вот исполнение черно-песочное. Оно мне понравилось больше, но также есть и классическое. Я покажу его на другой, на следующей модели. Итак, чтобы открыть нож, нужно это сделать или с помощью флиппера, также можно с помощью шпеньков с обеих сторон. Замок здесь Liner Lock, но для тех, кто считает, что это не самый надежный замок, вы просто посмотрите на него. Мне кажется, очень сложно будет сломать такую толщину. Клипса двухпозиционная, нож хорошо подойдет как правшам, так и левшам. Также у него есть старший брат, это HT2. То есть, можно сравнить их размеры. HT2, наверное, для еще более здоровых рук. Для меня этот нож уже откровенно большой, но кому-то из вас точно подойдет. Здесь по материалам то же самое. D2 и G10. Клипса также переставляется на другую сторону. Тоже Liner Lock, но здесь я взяла более классическую расцветку. Песочно-черная тоже есть в наличии. Ну и, конечно же, не обойдемся без демонстрации ножей Goliath от бренда Maxace. Итак, начнем с версии попроще. Здесь у нас на клинке K110 с обработкой сатин, на рукояти Titan и G10. Тоже брутальный нож и он будет хорошим резаком. Замок Liner Lock, клипса однопозиционная, открывается с помощью флиппера. Несмотря на то, что клинок довольно-таки тяжелый, механика просто потрясающая. Это не единственная форма клинка в линейке Goliath. Также можно встретить Bowie. Ну и здесь, мне кажется, это больше такой клиппоинт-щучка, хотя тоже выглядит вполне брутально. Та же самая сталь на клинке, это K110, сатин на рукояти Titan и уже Micarta. Пишите в комментарии, какую форму на Goliath вы больше предпочтете, дроппоинт или клиппоинт, а я тем временем покажу вам премиальную версию. Здесь уже, конечно, все вообще супер жирненько, потому что клинок изготовлен из премиальной порошковой стали Böller M390. Обработка Bitblast, тот же пескоструй, и мне кажется, что он выгодно выделяет эти клинки. Претины также из титана, а карбоновые плашки делают этот нож еще более презентабельным. Вот это вот прикольная текстура, очень здорово выглядит. Также по сравнению с предыдущими моделями в более простом исполнении, здесь поинтереснее клипса и отверстие под темляк. Замок также лайнер. Ну и, конечно же, нельзя пройти мимо нашего нового ножа от бренда Crystal запонка Mega, разработана по дизайну Майка Перине из Эсси. Возможно, многие из вас уже видели запонку, сейчас у нас появилась запонка Mega, это ее увеличенная версия. По материалам D2 на клинке, ацетаунвошенная сталь на рукояти с одной стороны и грубая микарта с другой. Тоже клево заполняет руку, сканди спуски с подводом, односторонний шпенек. В общем, кому запонка была маловато, мега запонка подойдет точно. Замок Frame Lock, также есть однопозиционная клипса, но, в общем-то, оно и понятно, почему не двухпозиционная, потому что здесь шпенек с одной стороны, и это бы не имело особого смысла. Следующий нож называется MK12, производитель Mocenary Knives. Открывается за флиппер, также можно открыть с помощью шпеньков с двух сторон. Возможно, кому-то он покажется немножечко нелепым, но мне все же кажется, какая-то небольшая агрессия в его формах есть. Так что я решила, что подборку брутальных ножей, наверное, покатит. Другое дело, что он скорее не предназначен для каких-то очень жестких работ, и мне кажется, что это будет неплохой резачок. Что-то тянет меня сегодня на D2, потому что здесь клинок тоже изготовлен из D2 обработка Stone Wash на рукояти плашки из, опять же, грубой микарты. При этом, несмотря на то, что это грубая микарта, она вроде как не очень сильно лохматится и выглядит поприличнее, чем на многих других ножах. Замок здесь также лайнер-лок, по механике нареканий нет, темлячное отверстие, клипса только с одной стороны. И последний нож из подборки — это бугай от бренда Kaiser. Открывается с помощью отверстия в клинке и как раз подойдет тем, кто любит всякие спайдер или раунд-холлы. Итак, здесь интересный клинок. Он выполнен из 154-7, но обратите внимание на его строение. Если посмотреть на нож со стороны обуха, видно, что его кончик усилен, так что я думаю, если вы будете как-то его нагружать, в целом клинок не пострадает. Скорее всего, этот нож лучше подойдет для небольших рук, потому что вот в моей лежит прям хорошо, и нож довольно-таки крепкий, и его дизайн, несмотря на то, что он довольно-таки простой, мне очень нравится. Замок лайнер-лок, есть клипса, который можно переставить на другую сторону, хорошо утонет в кармане, потому что посадка весьма глубокая. Тоже грубая микарта, придает цепкости, также здесь есть такая здоровая подпальцевая выемка, и мой палец в нее ложится прям прекрасно. Ну и не забывайте, что в нашем телеграм-канале каждый месяц проходит розыгрыш ножа, в этом месяце их будет два. Это Milita от бренда Kaiser. Ножи очень прикольные, этот сразу могу сказать, что похож на нож спайдермена, этот уже такой более джентльменский, и также хочу показать вам, что внутри этих коробок. Помимо дополнительной фурнитуры и салфеточки, также здесь есть клевые открытка и наклейки. Кто-то станет везунчиком, а чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно подписаться на наш телеграм-канал и нажать кнопку участвовать под постом с конкурсом. Вот и все. Также в описании к этому видео вы найдете ссылку на все, что вы видели в этом выпуске, а также скидку 10% на некоторые бренды. С вами была Олеся, Forrest Home. Всем пока!